Приветствую всех, новый день. На самом деле уже вечер, я весь день провалялся в постели и не снимал видео, потому что ничего такого интересного особо не делал. То спал, то слушал новости, даже не смотрел, рядом смартфон положил. В общем у меня через несколько часов, через два с половиной часа должен перестать работать на смартфоне Сбербанк. Мне пришло уведомление, что с 24 числа перестанет работать. Я зашел напоследок посмотреть, как оно выглядит, сделать скриншот и посмотреть заодно расходы того дня, который я монтирую, потому что мне нужно статистику в конце вписать и посчитать, сколько я потратил за тот день. Ладно, буду дальше монтировать видео и нужно чего-то сегодня поделать, потыкать в себя палкой, так сказать, чтобы пошевелиться хоть как-то, потому что я весь день валялся в постели. Ну, немного еще я брал PS Vita и в ней там лазил. Играл в Crash Bandicoot 3 и смотрел Smallville на PS Vita, но как-то снимать я об этом почему-то не стал. Сижу, играю в Call of Duty на PS Vita, что-то она не проходится. Первая миссия очень сложная, раз за разом ее рестартишь, чекпоинтов нет, тебя включают в самом начале миссии, и это для Call of Duty странно, потому что обычно, когда Call of Duty проходишь, у тебя там полно чекпоинтов. Твой перс дохнет и включается где-то поблизости, ты проходишь дальше. Здесь этого не происходит, и сюжет очень сложный. Впрочем, я где-то недавно в подборке игр для PlayStation Vita слышал, что оценили ее очень, не очень, эту игру. Оценки у нее довольно низкие, кому-то она критикам не понравилась. Ну, мне вот очень многие Call of Duty не понравились, вот и это тоже не нравится. Но что поделать, на PS Vita нет игр, приходится играть во всякий хлам, заставлять себя искать в плохих играх что-то хорошее. Стоит Джига, а из-за того, что я на работе, каждый день по ней вот долбят груши, она закидана, и форшмачные пятна, и главное, вмятины могут оставаться. А я никак не могу ее переставить, потому что работой затюкивают. И мама сегодня написала, пишет, что меня завтра и послезавтра опять хотят тащить на работу. И вроде и зарплату нормальную предлагают, но не хочу я, у меня времени нет чем-то заниматься. То, о чем я вам рассказывал, приходить домой поспать, я не хочу. Если бы они меня отпускали в обед в 14 часов дня, и к 17 я доезжал бы домой там, с 17 до нуля за 7 часов, возможно, можно что-то успеть, поделать. Ого, у нас тут зелень выросла. Не было, на дороге теперь растет трава, и кустики всякие. Это что, летом поднялось? Весной не было, в июне вроде не было. И вот за это время я бы успел что-то сделать. А так как меня отпускают только вечером, в 18-19, и в 21.30 я только дома, за 2,5 часа я, конечно, нифига не делаю. И хочется это как можно быстрее бросить. Забавно, что чем больше ты ходишь на работу, тебя еще больше начинают замечать и брать еще больше. А давай туда сходи, а давай вот то поделай. Вот я двумя типами работы там занимался, тремя. Обои клеил, стены красил, а потом бетон поверху подкрашивать, сказали, для потолков. Так еще теперь меня на гипсокартон зовут, гипсокартон крутить. Я бы, конечно, за, с точки зрения того, что это интересно, и денег много принесет. Но играть-то я когда буду? Я сейчас взялся за PS Vita свою, включил Cloud Duty, и мне даже кнопочки, которые я критиковал, приятными показались. Маленькие, гладенькие на PS Vita. Я такой, вау, и она у них неплоха, довольно хороша. Стоит мост недоделанный, так его и бросили, и сняли доски, и стоит он закрытый. Я вот говорил, что я хочу, чтобы его лучше долго делали, чем коротко. Говорил это, чтобы его сделали качественнее, чтобы его хорошо отремонтировали. Кстати, тут сетку уже кто-то сорвал не только там, где они ходят, нарушители там проходят. Они ее еще и вниз спустили, она теперь здесь внизу лежит. Я-то это говорил с той точки зрения, чтобы его хорошо, качественно сделали. А получилось наоборот. С него счесали покрытие, содрали краску, и льет дожди теперь идут. И он будет ржаветь усиленно под этим всем делом. Зачем они это сделали? Ну, не было у них ресурсов человеческих или финансовых, чтобы его ремонтировать. Ну, и не начинали бы, в следующем году бы сделали. Зачем вот так было делать? Так и стоит теперь. Ну, я полагаю, они здесь лазят, им пофигу. Это я хожу в соседний район, как законопослушный гражданин. Фиг знает, сколько я там шагов наматываю, чтобы до автобуса дойти. А народ здесь пофиг, пролазит. Где попало? Там падать-то не очень высоко, просто река мелкая, можно ногу сломать, в теории. А мы пойдем немного прогуляемся дальше на свежем воздухе. А то сегодня весь день дома, не выходили. Вот я Смолвиль смотрел, Ютуб смотрел и играл в Crash Bandicoot 3. Вроде больше всего и не успел поиграть, а что-нибудь поприбираться. Сегодня электричество выключали два раза, но ненадолго, на несколько минут. А сейчас идем по району, и здесь некоторые фонари не светятся, темно. Причем светятся они всегда, каждый день, что я уже не привык это место видеть вот таким, какой он и сейчас, темное. Вон, кстати, тот дом за 28 или сколько, миллионов рублей, что мы показывали. Лавочки, качельки, все вроде на месте. Все мокрое, похоже, был дождь, но мы его не видели. Я после работы уставший, я так крепко спал, долго и крепко. Десять с лишним часов, кажется, проспал. Проснулся, но не встал, и еще и весь день провалялся в постели. Настолько я уставший, отломилась. Так я это к тому, что я даже и проспал весь дождь, что был. Просто вышел, и все мокрое. Кстати, крыша наша не работает пока что, которую мы с мамой сделали. Верхняя, в смысле, которая наверху. Там все вымокло прямо до входа. До самого входа в дом. Как я и говорил, та крыша, которую я делал, пусть она была не эстетичной, выглядела как попало, она отлично выполняла свою функцию. Мы там с Полиной могли оставить обувь, оставить зонт, вынести вещи, посушиться, стиранные. Там было сухо и хорошо. Еще она тень создавала, солнце закрывало тоже. А то, что мы сейчас там сделали, там все вымокло. Не просто до тех мест, где крыша есть, а даже внутрь, в проход чуть-чуть в дом налило. Такого давно не было. Так что она бесполезная получилась. При той крыше тоже был один такой дождь, когда залила в одну пыль? Не помню. Зелень летняя. До сих пор она не выгорела вроде особо. Уже вторая половина июля. Уже могла бы. Правда, уже и не пахнет так сильно зеленью, как было. А это не каштаны? Не, они-то вообще умирают. Они вообще желтеют. Я имел в виду, что оно темно-зеленое и не ароматное становится летом. Да, вот женщина на работе жалуется, очень жарко говорит. Когда это уже, говорит, кончится, матерится, я говорю, так, ауею, здесь работать в такой жаре, мне еще плохо, говорит, станет. Я чуть-чуть помолчал, потом все-таки сказал то, что думаю, что это еще не пик. Цифрами начал думать. Ну так, сейчас число 20-е, а самая жара бывает с 25-го июля по 10-е августа. Значит, примерно две недели будет пик жары во всем году. И сказал ей, так вся жара-то еще впереди должна быть. Обычно жара в переходе с июля на август. Она такая, да я понимаю, да, жарче потом будет. Да, точно будет. Но просто обещали, говорит, хотя бы три дня дождя, чтобы эту жару сбить. И вот сегодня, когда у меня выходной, дождь так и появился. У нас дождь идет постоянно. Он все время сбивает всю теплоту и жару. У нас не бывает жарко целый месяц. Такого быть не может, чтобы не было дождя. Ну, завтра-послезавтра меня опять зовут на работу. Так что не успел я нормально отдохнуть. А нужно сейчас вещи собирать, какие я возьму с собой. Опять же, из-за того, что я проспал весь день, я не постирал рабочие вещи. Они потные лежат. Нужно что-то другое взять. Я уже два комплекта испачкал за пять дней. Дополнительная еще одна собака. Я, кстати, снимаю сейчас под дождем на пятый фолд. А сегодня Костя Заруцкий выпустил видео о том, как он купил шестой фолд. Но, между прочим, упомянул, что свой пятый фолд, черный у него был, матовый, с которым он ходил много месяцев, он утопил. Утопил не в смысле намочил, а очень жестоко. Вы только представьте это с точки зрения смартфона от его лица. Он плыл на гидроцикле по болоту с другом. И взял, дернул какую-то вещь, на которой лежал этот смартфон. Он упал в воду, улетел и утонул. И он не собирается его забирать. Он мультимиллионер, богатый чувак и очень известный. Ему могли бы даже по знакомствам, может быть, по невысокой цене, ныряльщики какие-то его вытащить. Но нет, он говорит, все, он потерян. Смартфона больше нет. Не будет доставать свой пятый фолд. Заказал себе, купил шестой фолд. А еще ему подарили S24 Ultra. Но это, конечно, лопата жесткая. Закапанный забор. Пойдем мы, наверное, на базу. В этот момент Полина начала меня обнимать, ухватила и не отпускала. Я хотел быстрее пойти домой, чтобы не мочить смартфон. И тут подходит сосед и говорит, скажи своей маме, что ввела себя более культурно. Я хотел предложить ей работу, окликнул ее. А она послала меня куда подальше. Еще и угрожала мне, что кто-то меня будет бить. Она какая-то у тебя странная, говорит. Пристала ко мне Полина, не давала домой зайти. Начала обнимать и не отпускает. Подошел сосед, говорит. Эл, я твоей маме хотел предложить работу. А она мне сказала, ты давно езды не получал. Начала, говорит, на меня голос повышать. Ты скажи ей, чтобы вела себя покультурнее, говорит. А с ней бывает такое. Она агрессивно себя с людьми ведет. Ей в автобусе недавно обратились со словом бабушка. И она начала про это что-то недовольное говорить. А, она начала спрашивать, что я так старо выгляжу. А вам сколько лет, типа, говорит. В общем, цепляется за слова или что-нибудь отвечает такое неприятное. Но здесь-то люди более привыкшие к такому. А я представил, что такой человек за границей оказался бы, где все такие очень мягкие должны быть, вежливые, улыбаться тебе. Что бы они ни думали, они должны улыбаться, вести себя вежливо. А она вот такая, хоп, и очень резко общается с посторонними людьми. Кузинатор. Попался? Который котом назывался? Ты что, что-то съел? Ты что-то как облизываешься много? Ах ты, кузинатор. Короче, вот эта наша крыша не работает. Тут все нафиг сегодня мокрое было. Но то, что оно сейчас сухое, не обращайте внимания. Вода была прям вот туда, в проход аж, аж вот та доска была мокрая. А это потому, что мы ее сделали очень высокой. И у нее, видимо, недостаточный выход вот сюда на крышу, нахлест недостаточный. И заливает прямо аж в дом. Переборщили с высотой, при том, что у нас недостаток материалов. А еще один человек написал в комментариях, что вот на работу мы пошли, потому что на крышу денег не хватает, например. Да, железо действительно кончилось, и деньги у мамы кончились. Но то, что я на работу пошел, конечно, с этим не связано. Просто она позвала, потому что человек один, знакомый, давний, очень просил. Она и так занята. А ему нужно срочно заканчивать объект. Его рабочие не успевают и не пытаются успеть. Им говоришь, что нужно срочно закончить. А они все равно так же их ходят, так же медленно и работают, как если бы не нужно было заканчивать. Позвали нас, чтобы быстрее сделать. Поэтому вот я хожу. Не потому, что там срочно деньги понадобились, или я такой все бросаю играть, иду работать. Не, случилась, сложилась ситуация, что очень просят закончить быстрее. Вроде уже готово. Но еще пару дней придется мне походить. Нам деньга пригодится, например, заплатить за квартиру из электричества. Хотя я, конечно, пока работал, часто вспоминал GPD Win 4. И сейчас сижу, играю перед выходом в PlayStation Vita, Call of Duty. А сам-то фоном смотрю опять старого геймера. Он говорит, что буду продавать свою желтенькую консольку у Акзои. И не один раз об этом сказал, что он ее будет продавать, и что есть желающие. Я пошел на Авито смотреть такие приставки в таком цвете, как у него. И думаю, дай-ка посмотрю, может, там его объявление висит. И действительно нахожу его объявление. Я же на Fold Day это все смотрел. А тут на Fold Day есть многооконный режим. И я разделил это на две половинки экрана. Налево у меня YouTube открыт, и его видео запущено. И я его слушаю сейчас и смотрю. А на правой у меня запущена Авито. И я там нашел его объявление с той же самой картинкой в той же комнате. На фоне игровых приставок он ее зафотил. За 65 тысяч рублей продает этого Акзои. Ну, лично мне она не нравится. Я бы себе не взял такую. Но интересен факт, что человек, которого смотришь, вот нашел его объявление на Авито, почитал в описании. Он, кстати, в описании ее приукрашивает, как вот все продавцы любят нахваливать товар. Так он ее хвалит и говорит, что она классная. В описании объявления больше, чем это происходит в видео. В видео он типа более объективный такой, а в объявлении, чтобы продать, немного приукрашает. Пойду еще поиграю на PS Vita. И, наверное, мне уже скоро придется спать ложиться. Может, еще серию Смолвеля посмотрим сегодня. Хотя я хотел по сплитскрину с Полиной поиграть на телевизоре, в Лего Гарри Поттера или в Главдюйте. Но что-то времени уже много. У меня есть вот такая банка сгущенки вареной, большая. Мне ее подарила старшая покойная сестра. И так, как мама говорит, так она и не дождалась, пока ты ее откроешь. Подарила она мне ее примерно в 17-18 году. Ей около 6 лет, этой банки. Представляете, какая здоровая банка сгущенки. А я такое люблю. Я ее очень много ел вареной сгущенке. И не открыл я ее именно потому, что я экономный, бережливый, жадный. Вот это все вместе складывается. Первый раз в жизни же мне такую банку подарили. И пока что крайний, пока больше и не было такой. И купить где я такую тоже не знаю. Какая-то промышленная банка, чтобы трубочки, наверное, делать со сгущенкой. Или типа того. Вот мне интересно будет это сделать. Я бы, если бы Женя живая была, я бы при ней ее и открыл. Посмотреть, попробовать вместе. А теперь ее нет. А в ее подарок вот такая баночка стоит. Стыдно, конечно, становится, потому что я ей-то меньше дарил чего-то, чем она мне. Я не работаю почти всю жизнь. Денег у меня особо нет на подарки. А если хочешь что-то подарить, хочется подарить классное, ну, что-то из электроники, смартфон, телевизор или игровую приставку. А это денег стоит. Сегодня еще много роликов смотрел людей про финансовую грамотность и тему сбережений, работы и вот этого всего. Они мне рекомендуются, новые ролики. И человек сказал, что любит делать подарки, что у него много родственников, которым бы можно было что-то дарить. Поэтому деньги, мне говорит, не помешают. Сижу, играю в FlatOut, HeadOn PSP на PS Vita и слушаю старого геймера. Уже засыпаю, еду по трассе. Тут вроде скорость, динамика, какие-то куски вещей летят, хламчик, а у меня глаза закрываются. Я уже спать хочу. Как так-то? Я не сплю всего 13 часов. А, ну да, пора уже, 13 часов. Тем более привык ложиться примерно в это время. Из-за работы стал ложиться спать раньше и примерно в одно время. Походу привык. Так что на этом сегодняшний влог окончен. До завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok